Когда мужчина попытался похитить своих детей, их мать боролась за то, чтобы найти их с помощью очень необычного друга. Сара была молодой взрослой женщиной, которой не терпелось получить послесреднее образование. Она усердно училась в старших классах и заслужила место в университете, расположенном примерно в часе езды от того места, где она выросла. Родители Сары невероятно гордились своей дочерью. Они надеялись вырастить ее независимой и умеющей добиваться того, чего она хочет. Родители Сары отвезли ее в ее новое общежитие и после долгого слезливого прощания оставили ее, чтобы отправиться в новое путешествие. Колледж — очень волнующее время в жизни людей, и Сара стремилась вырасти и расцвести, став взрослой личностью. Первые несколько лет обучения по программе прошли гладко, однако примерно на полпути к получению степени Сара встретила человека, который изменил траекторию ее будущего. Генри был студентом чуть постарше, изучавшим психологию. Их пути пересекались несколько дней в неделю из-за совпадения в их соответствующих областях обучения. У этих двоих это была любовь с первого взгляда. В течение первых нескольких дней после знакомства они обменялись номерами телефонов и договорились учиться вместе. То, как они тянулись друг к другу, было романтичным и милым, по крайней мере, так казалось им самим. Когда родители Сары однажды приехали погостить на выходные, они познакомились с Генри. Они заметили, что с тех пор, как познакомились с ним, в их дочери произошла какая-то перемена. Раньше она была зациклена на своем образовании, но когда рядом был Генри, она пренебрегала учебой и отставала. Родители Сары предупреждали ее, что так сильно меняться ради отношений опасно. Ситуация обострилась в конце того же года, когда Сара объявила, что не будет учиться на последнем курсе своей ученой степени. Вместо этого она расставила бы приоритеты в своих отношениях с Генри. Ее родители умоляли ее подождать до тех пор, пока она не получит диплом, но их опасения остались без внимания. Итак, Генри и Сара уехали вместе, подальше от ее родителей и университета. Генри нашел работу в лесном хозяйстве, которое, как он думал, приведет к большим успехам. Пара переехала вглубь леса и начала налаживать тихую совместную жизнь. Поначалу жизнь в маленьком домике, приютившемся в маленьком уголке бескрайнего леса, казалась сказкой. Однако со временем новизна этого нового образа жизни сошла на нет. Генри пропадал в лесу от 12 до 14 часов в день, а когда возвращался, был совершенно измотан. Сара чувствовала себя изолированной, как будто ее единственная спутница была слишком занята для нее. Пара старалась справиться с этим как можно лучше, но было неизбежно, что Сара большую часть своего времени будет проводить одна. Чтобы компенсировать отсутствие общения с людьми, Сара приложила много усилий, чтобы сделать свою собственность дружественной к животным. Ей особенно везло привлекать воронов, поэтому она раздобыла кучу птичьего корма, чтобы расставить его по всему коттеджу. В течение нескольких недель Сара даже помогала выздоравливать раненому ворону. У него была сломана лапка, поэтому Сара наложила ему крошечный гипс. Через несколько недель ворон вернулся, и она осторожно сняла гипс, прежде чем посмотреть, как он улетает навстречу новому этапу своей жизни. Примерно через год после того, как они прожили в своём сказочном коттедже, ситуация развилась ещё больше. Сара была беременна. Она была взволнована и нервничала по поводу того, что станет матерью. Её беспокойство росло по мере того, как она приближалась к сроку, потому что Генри немного отдалялся и проводил ещё больше времени вне дома. Но они были молоды. Она подумала, что, возможно, Генри тоже нервничал, и работа была для него отдушиной. Когда пришло время принимать роды, Сару и Генри ждал очень большой сюрприз. Они зачали близнецов. Они оба были красивы и здоровы, и их рождение показалось Саре и её родителям настоящим чудом. Поначалу это было неочевидно, но постепенно Генри высказал своё мнение. Ему не понравился сюрприз в виде второго ребёнка. Он ожидал, что ему придётся бодрствовать всю ночь, а также завидовал близнецам за то, что они обошлись ему в два раза дороже, чем он заложил в бюджет. Генри выражал своё недовольство тем, что постоянно жаловался Саре на деньги и оказывал на неё давление, чтобы она внезапно нашла работу. Эти пожелания были нереалистичными и полностью игнорировали опыт Сары как матери, впервые родившей близнецов. Саре нужно было восстановить силы, но она изо всех сил старалась сделать это в дополнение к уходу за детьми и домом. Более того, Генри начал ревновать к младенцам раньше, чем к самим детям. Сара прислуживала ему по рукам и ногам, но сейчас она была слишком занята, чтобы баловать его. Это стало поворотным моментом в отношениях пары. Генри начал выпивать, и вскоре его времяпрепровождения превратилось в погубную привычку. Напряжённость между ними росла по мере того, как он отказывался выполнять какую-либо работу по дому или воспитывать детей, утверждая, что он уже выполнил свою часть работы, работая весь день. Сара по-прежнему старалась готовить, убирать и ухаживать за младенцами, одновременно оказывая Генри королевское внимание. Однако для неё было невозможно выполнить всё это, и часто что-то ускользало из-под контроля. Что-то вроде того, что она оставила посуду в раковине, пока меняла подгузник, привело бы Генри в ярость. Он говорил, что ему нужно больше алкоголя, чтобы терпеть жену и детей, и финансы семьи быстро начали истощаться. Сара испытала некоторое облегчение на несколько недель, когда Генри решил, что останется ночевать в лесу подальше от неё и близнецов. Только с ней, малышами и птицами Сара могла мельком увидеть сказочную жизнь, которую она потеряла за эти месяцы, жизнь, полную любви и покоя. Когда Сара поняла, насколько она несчастна, она обсудила всё это со своей матерью и составила план возвращения домой. Генри отсутствовал так долго, что Сара задумалась, не стоит ли ей просто пойти к своим родителям и оставить ему записку. Но именно в этот момент он появился из леса, грязный и спотыкающийся. Он выглядел действительно не в своей тарелке, поэтому Сара оставила близнецов в их кроватке и выбежала ему навстречу. Когда она добралась до него, то спросила, не пострадал ли он, и в ответ он, заикаясь, поплёлся к их сараю. Сара задалась вопросом, что ему могло там понадобиться, и последовало за ним в сарай. Оказавшись внутри, язык тела Генри полностью изменился. Теперь он выглядел более трезвым, чем когда-либо. Он толкнул Сару на землю и выбежал из сарая, заперев его за собой. Придя в ужас, Сара немедленно стала искать выход из сарая. Она увидела в окно, что Генри забрал её детей и уверенно зашагал обратно в лес. Сердце Сары бешено колотилось, а кровь шумела у неё в ушах. Она схватила какие-то инструменты и распахнула окно. Она выползла из сарая, испуганная и отчаявшаяся. Сара побежала в том направлении, куда ушёл Генри, но она знала местность не так хорошо, как он, и вскоре почувствовала себя заблудившейся и неуверенной, куда идти. Когда Сара остановилась, чтобы подумать о том, в каком направлении ей следует двигаться, её охватила паника. Она чувствовала себя безнадежной, но тут появился крайне маловероятный герой. Она дрожала и плакала, пока ворон не спикировал вниз и не уселся на ветку дерева всего в нескольких футах перед ней. Птица расправила крылья, а затем отлетела на небольшое расстояние. В растерянности Сара последовала за ним. Они продолжали в том же духе в течение нескольких часов, пока ворон, наконец, не привёл Сару в пещеру. Она услышала крики и поняла, что ворон отнёс её к её детям. Поражённая и потерявшая дар речи, она посмотрела на него благодарными глазами и только тогда поняла, что одна из его ножек выглядит немного кривоватой. Это был тот самый ворон, которому она помогала много лет назад. Это пришло к ней в трудную минуту, чтобы отплатить за её доброту. Сара больше не теряла времени даром. Она прокралась в пещеру и двинулась на звук плача. Там были её близнецы, испуганные, но невредимые. Она подхватила их на руки и снова, с невероятной помощью ворона, смогла выбраться из леса. Вместо того, чтобы вернуться домой, она побежала в местный полицейский участок и рассказала полицейским о том, что произошло. Они хотели, чтобы она задержалась на некоторое время, чтобы дать ещё одно заявление, но она решила забрать своих детей и сразу же вернуться к родителям. Она отдала свои лучшие годы жизни мужчине, который обманул её и подверг их детей страшной опасности, и она никогда больше не вспомнит о нём. Сара никогда не забывала доброту ворона. И даже когда она вернулась в город, она продолжала кормить маленьких птичек, которые иногда пролетали мимо её балкона в память о своём.